Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами заказ сайта рандеву. Много интересного. Итак, поехали! Очень-очень много пупырки, как всегда, чтобы до нас с вами все доехало в наилучшем виде. Я ее извлекла, чтобы она нам не мешалась. И что у нас тут интересного? Взяла оксид, троечку, оксигент от Estelle Princess. Потому что крашу сейчас только их краской. Тройки у меня все позаканчивались. И взяла вот такую вот большую бутыль. Мне на троечке вообще великолепно, прекрасно. Мои волосы любят. Поэтому заказала такой же, как и краску. И красочки у меня, конечно же, здесь. Сейчас покажу, какие оттеночки. 8,65 светло-русый фиолетово-красный. У меня до этого был оттенок 9,65. Но мне светловато. Я миксую его. Ролик уже был, как я, тонировалась. В общем, можете отмотать, посмотреть. Эти краски я беру исключительно на рандовую. Во-первых, их больше нигде не найдешь. Во-вторых, они там гораздо дешевле. В общем, у меня здесь 8,65. Краситься будем немножко попозже, потому что недавно тонировались. И 8,66. Фиолетово-интенсивный. И фиолетово-красный. Так, дальше что у нас тут с вами интересного? Взяла дезик на лето. Рексона. Потому что у меня только летом Рексона. То есть я человек не особо потливый. Но у нас уже жара. И все-таки вот лучше Рексона ничего нет. Да, может быть, там какие-то вредные есть компоненты и так далее. Но лучше Рексона ничего нет. Самые адекватные цены на нее тоже на рандеву. И выбор огромный. Выбор огромный. Какой хочешь аромат, можно себе приобрести. Так, дальше. Что у меня здесь интересного? Вот этот продукт будем прям тестить. Тестить. Это пудра. Объем. Сильная фиксация. Я давно смотрю на такие подобные продукты. Читаю отзывы. Изучаю и так далее. Потому что вроде как сухой шампунь это одно. А это именно пудра для придания объема. Единственное, от Alin Professional тоже почитала информацию. С ней тоже можно переборщить. Так, смотрите. Пудра для прикорневого объема. Сильной фиксации. Для придания объема любому типу волос. Очень хвали тот, у кого тонкие волосы. Создать стойкую укладку. Обладает матирующим свойством. Не склеивает, не утяжеляет волосы. Без запаха способ применения. Разделить сухие волосы на пряди и нанести пудру на прикорневую зону. Не смывать. Понятное дело. В общем, вот такой интересный продукт. Кто пробовал, напишите. Дальше у меня здесь детские средства. Гель, пена для купания детская. Авокадо. Вот такая интересная. Сейчас откроем. Это, по-моему, белорусский бренд. Мы сегодня с вами по белорусским брендам. Все готово. Все развернула. Это Белита. Хочу попробовать. Хочу потестить. Здесь, кстати, удобные крышечки. Посмотрела, у пенки такая же. Пахнет яблочком зеленым. Это авокадо. В общем, в пустых баночках. Ай! Упал. Расскажу. В баночках обязательно расскажу. Кому интересно состав. Здесь пометочка 3+. Так, вот состав. Ну, может, у кого-то там дети аллергики, да? Все отлично. Так, и вот такую еще пену очищающую взяла. Это тоже Белита Бэби. Но она, по-моему, уже до 0+. У нас перед сном купаться как раз. Для купания перед сном с маслом лаванды. Хочу тоже понюхать. Так, а здесь у нас вот такая крышечка. Знаете, нет никакой абсолютно яркой одушки. Я даже лаванду не чувствую. Знаете, какой-то запах чистоты просто. Вот запах чистоты, я так понимаю, на прозрачной, без красителя, без одушек, потому что это совсем для малышков. Так, состав вот тоже показываю. Кому интересно. 300 миллилитров. Прикольно. Я еще детскую серию белорусскую не брала. Дальше. Повторная моя покупочка. Это тоже Белита. Скраб сода для глубокого очищения. Мне очень понравился. Он у меня закончился. Я хочу еще. Я где-то раз в неделю, два раза в неделю его использую. Такой голубенький гелеобразный скраб, в котором действительно очень много частичек соды. Вещь вообще зачетно. Очищает до скрипа кожу просто на ура. И вот такая масочка тоже Белита. Протеины молодости. Милклайн. Маска омоложения. Депигментирующая для лица. Для всех типов кожи. Осветляет пигментные пятна. Разглаживает морщины. Выравнивает текстуру кожи. Питает, увлажняет. На козьем молоке еще активный пребиотик. Видали? Вот. Так. Будем с вами тестить. Тоже кому состав интересно, показываю. Крупненько. Дальше, девчонки. Я брала как раз в Aroma Box. И реплику брала. Мне понравился очень аромат. Смотрите, в пакетике пришел. Chirruti 1881 парфюм. Их несколько разных. Именно вот эти парфюм. Здесь у нас с вами 8, не ошибаюсь, да, 8 миллилитров. И они с распылителем. Цена вообще адекватная. Я взяла себе оригинал. Потому что я точно знаю, что на рандеву всегда оригиналы. Подделок там нет. У них с этим очень строго. Поэтому вот взяла. Сейчас открою. Мне прям вот очень понравилось. Мне на улице комплименты делают. Говорят, что это у тебя за парфюм. Что это такое. Сейчас будем нюхать. Девочки, это что-то восхитительное. Да, это оно, оно. У меня есть, кстати, реплика. Еще она у меня есть. Не буду озвучивать, от какого бренда. Все поняли, да. Это оно. Это супер. Это класс. Это невероятно крутой аромат. Это мой аромат. Я перестаю его на себе ощущать очень быстро. Потому что он мой. Но когда вот я на следующий день одеваю одежду. Ту же, которую носила вчера, допустим. И на курточках, вот когда убирала, даже после стирки, я чувствую этот аромат. Но на себе я его на коже перестаю ощущать быстро. А вещи вообще месяцами. Это потрясающий аромат. Я не знаю, как его описать вам. Посмотрите нотки на сайте. Он летний. Он 100% летний. Он весенний, он летний. Он легкий. Он такой привлекательный. И у него шлейф. Вот шлейф, он какой-то наикрутейший. Вот когда проходишь мимо, вот по шлейфу, мне как раз комплименты и делали. Прям девчонки все спрашивали. Сэр, что у тебя за аромат сегодня на тебя? У меня последнее время только чарути. Он и изначально очень красивый. Вроде и свежий здесь есть. Вроде и сладости чуть-чуть есть. Вроде и травка зеленая есть. Наверное, все-таки здесь есть нотка зеленой травы, слушайте. Потому что скошеный, свежескошенный травы. Он не резкий совершенно. Он такая нежнятина. Не знаю, это надо пробовать, девчонки. Это надо пробовать. Это дикий восторг. Я прям не могу. Я для себя, я вообще такой парфюмерный маньяк, который не умеет описывать ароматы, но который, тем не менее, парфюм любит. Но мне достаточно тяжело выделить для себя какого-то любимчика. То есть я каждый день практически использую разные ароматы. Но здесь, вот, не знаю, впервые или, наверное, третий раз в жизни, третий раз, Жадор, Диор у меня еще долгое время были прям со мной. И сейчас я их люблю. Третий раз в жизни я выделяю для себя какой-то один аромат и покупаю, и покупаю, и покупаю его. Так что рекомендую присмотреться парфюм зачетный. У нас тут, как всегда, накладная и подарочки. Здесь, что могу отметить, девчонки, на рандеву баллы за отзыв, за честные отзывы на товары, которые вы купили, вам начисляются баллы. Один балл равен одному рублю. Поэтому, когда они скапливаются, можно взять прям что-то бесплатно. Покупочки выходят очень выгодными. Это во-первых. Во-вторых, у нас сегодня с вами на подарочке вот такой вот крем. Он у меня уже был классный, классный крем с радостью из расхода. И смотрите, как красиво прислали вот такой парфюмчик. Так, это Анжелин, Флауэр, Ян. Я уже сейчас кроме... Кроме... Вот, кстати, смотрите, промокод есть именно на этот парфюм. Кому надо, скриньте. Видите, я уже после 1881 ничего не почувствовала. Мне кажется, у меня уже был этот аромат, да, он класснючий. Да, слушайте, он уже был, тоже в подарочек прислали. Он очень-очень класснючий, мне нравится. Так, ну что, все, теперь будем все тестировать. Приступаем к тестированию. У нас с вами на повестке дня маска омолаживающая. Будем ее делать. У меня уже очищено лицо. Нанесите на очищенную кожу тонким слоем на 10-15 минут. Избегая области вокруг глаз. Не буду я избегать. Смойте водой 1-2 раза в неделю. Открываем. Маска, кстати, зафольгирована. Это очень хорошо. Это очень радует. Но фольга не оторвается. Вот кончики ее оторвались от фольги. Тонкую фольгу сэкономили. Сейчас пойду прокалывать. Готово. Наносим. Я как и думала, это в принципе такая кремообразная текстура. Она почему-то на руках тает, превращается в водичку, в тоник. Прям скользит даже. Такой, знаете, мусс. Подушки никакой практически не чувствую. Такая прям муссовая, муссовая. На лице прям тает. Но на руках на лице сейчас посмотрим. Она у нас с вами осветляющая же, еще с пигментацией борется. Поэтому, где у меня есть пигментация, я ее кладу в толстом слое. Знаете, пахнет как крем с козьим молоком. Вот реально. На что похоже, что крем буренка, что ли? Который аптечный. Вот этот вот прям знаменитый. Прям вот очень похож на него. Прям вот так и пахнет. Молочные протеины. Приятно, кстати, в консистенции. Но она такая, знаете, полуодянистая, что ли. Жидкая масочка. Не густая. То есть, если ее наносить тонким слоем, ну, вообще вот, как легкий крем будет. На веки буду тоже наносить обязательно, мне такое надо. И веком-то уже. Такие кремовые масочки я всегда наношу на веки. Такое ощущение, что веки пощипывают, что чуть-чуть начало, верхнее имена. А так никаких ощущений. Интересно, что там такого в составе, что борется с пигментацией. Что-то должно быть, по идее, высветляющее. Ну, вот как-то там. Про активные компоненты не написали даже никакие. Нет, нам не рассказывают тут ничего про маску. Лишней информации нет никакой. Как наносить и состав на латыни. Но, кстати, о, да, витазоне начала пощипывать. На первом месте вода. На втором цетиорил алкоголь. На втором алкоголь. У нас с вами на третьем поле сарбаты. Экстор. В общем, как-то начало не вдохновило. Экстракты все очень интересненькие. После середины. Экстракты, экстракты. Ну, маслица вначале есть. Глицерин тут есть. Кокосовое масло есть. На пятом, на шестом месте. Но на первом вода, я говорю, она какая-то водянистая. А на втором алкоголь. Ну, ладно. Посмотрим. На 20 минут хожу. Пошло 20 минут. Маска не впиталась от слова совсем. Давайте смывать. Что по факту вижу? Смыла. Кожа здесь вот омоложения? Нет. Точно нет. Депигментация? Возможно. Осветляет, написано, пигментные пятна. Разглавит морщины? Нет. Выравнивает текстуру кожи? Да, китай это увлажняет? Нет. Абсолютно нет. После нее сухая очень кожа. Такое ощущение, что там составит что-то типа цинка. Вот что-то вот такое. Вот как будто намешали туда. Маску я назвала бы очищающей. Совсем не увлажняющей. Она абсолютно не увлажняет. Выравнивает тон. Действительно, да, осветляет, да. Сейчас прям специально сходила при естественном освещении. Лицо свое рассмотрела. Осветляет. Есть вот этот момент. И кожа очень чистая. Кожа очень чистая. Вот прям противоречивая очень. Маска такая консистенция. Кажется, что она сейчас будет увлажнять. После нее кожа будет увлажнена. Нет. Кожа сухая. Она прям сухая. Такая вот прям пустыня Сахара. Хотя у меня кожа не сухая. И в принципе не привередливая. Но мне прям срочно надо ее хотя бы протонизировать. Так что, как очищающую маску с консистенцией увлажняющей маски могу смело рекомендовать. Как осветляющую. Увлажнение, тем более питание. Не ждите вообще. Бред. Сейчас будем пудрой для лавоскости. Ну, поехали. Я уже, скажу честно, без вас ее попробовала. Я ничего не поняла и ничего не увидела. Вчера помыла голову, улегла спать с мокрой головой. И вот что есть, то есть. Объема, конечно, никакого нет. Давайте попробуем. Мне интересно. Делаю все по инструкции. Но и не утяжелила хотя бы, вы знаете. Может, побольше надо? Давайте побольше попробуем. По проборам, да? Прям хорошо насыпала. По проборчикам насыпем. Так. Где нам нужен объем. Сухой шампунь даже по моим вчерашним экспериментам справляется с приданием прикорневого объема лучше, нежели вот эта пудра. Стоит она, конечно, не как крыло самолета, но и не 100 рублей. Поэтому не знаю, что две девочки. Все время нахожусь в поисках какого-то чудо-средства. Наверное, его не существует. Чудо-средство, единственное, которым придается стойкий прикорневой объем, это плойка гофре. Раскрою вам секрет. Больше ничто так объем не придаст. У корней прям по проборам так же, только центральные не делаем. Делаем плойкой гофре. И у нас с вами в стойке прикорневой объем получается. А тут ловство. Готово. Что мы делаем дальше? Дальше мы запускаем пальчики. Я, кстати, ощущаю сейчас, что что-то есть. Ага. И чувствую прям эту консистенцию такую странную. У меня был однажды от Estelle или от Aline, я забыла уже, возг для волос, для придания текстуры. Ну, когда стрижки по типу каскад или короткие. И вот, ну, он правда был такой вот воскообразный. И вот прям похож на пальцах остается. Что-то такое липкое, что ли. Интересно. Ну, вот так вот пошевелила он объем вроде есть. Ой, пальцы такие прям какие-то, вроде пудра, но какие-то вот восково-липкие. Потому что надо все-таки побольше, да, наверное. Сейчас, наверное, мы увидим супер объем. Приподнимаем волосики. Мне кажется, надо попробовать укладочку потом сделать как-нибудь. Высушить волосы естественным путем. Вот так же корешки обработать. И уложиться на фен щеткой, либо просто феном. Потому что вот руками, когда трогаешь, объем есть. Вот работает. И они становятся, вот что единственное, я вчера заметила, у меня вчера объем не было. Но я вчера мало, видимо. Сегодня я прям побольше. Что? Они плотнее становятся. Массажировал голову, мозг отказал. Так. Слушайте, ну вот. Как бы. Если потом не расчесываться, то нормально. Объем и есть. Работает штука-то. Зря я наговорила так сразу. Чуть-чуть сверху так причесать. Ну вот вы видели, да, вот после. В принципе, прикольно. Корни жирными не выглядят. Тут прям больше, чем вот здесь. Надо тут еще добавить. Работает прикольно. Прикольненько. Буду пользоваться дальше. Потом в пустой баночках еще отзывы дополню. Расход? Ну, не знаю. Надо посмотреть, как завтра еще я у себя волосы после сна поведу. Вот, как они будут выглядеть. Интересно очень. Сохранится ли этот объем? А так вот они когда падают, наверное, рукой вот так можно сказать. Вот. Объем много. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Кстати, по детским средствам. Вчера девчонки купались все отлично. Все замечательно. Кожа мягенькая. Потом Крис с грушей купалась. Ксюшка с 0+. Понравились. Пока понравились. Пена есть. Кстати, немного. Немного ее, немного. Это прям не такая пена, допустим, как брать средства Фоберлик. Но она есть, тем не менее, все хорошо, все отлично. Аллергия никакой не вылезла. Кожа не пересушила. Поэтому детские средства достойные. Объем тоже вроде есть. Неплохо. Ссылочка на рандеву будет в инфобоксе. Промокод на скидку 10% всегда вам оставляю. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok